Продолжение следует... Продолжение следует... Ну, во-первых, ни одна из сторон конфликта не взяла на себя ответственность официальную за эту акцию. Во-вторых, существует некая видеосъемка, которая подписывается событиям этой ночи. И если предположить, что эта видеосъемка действительно снята с места событий, то есть в действительности 100% утверждать это невозможно, потому что там происходили события ночью, и в общем там все что угодно могло в действительности быть изображено на ней. Но если допустить, что это все-таки ночью именно оттуда съемка происходила, то значит у нас с вами имеется два взрыва в ночи. При этом до первого взрыва у нас отчетливо слышны несколько автоматных очередей. В этой связи вот несколько версий выдвигаются от того, что это опять был какой-то акт подрыва с помощью какого-то заряда, грузовика. Кто-то говорит, что это были беспилотные летательные аппараты, кто-то говорит, что это были какие-то беспилотники морского базирования. Ну вот если проанализировать случившееся и сопоставить действительно с этой съемкой, то все-таки, наверное, речь идет о морских средствах выражения. И я даже рискну предположить, что средств было два, и вполне возможно первое средство было попытка, успешная или неуспешная, вот этими автоматными очередями ликвидировать охрана моста, может быть, заметила визуально уже непосредственной близости от моста, потому что взрывов отчетливо было два. А момент элементов поражения был один. Ну, по мощности взрыва можно говорить, что минимум 100 килограмм взрывчатки использовалось, не меньше, никак не меньше, потому что взрыв достаточно большой и мощности прогремел. Разрушение чисто в механическом отношении может быть не столь существенно, как при первом повреждении коммунского моста, однако достаточно существенно для того, чтобы мы говорили о том, что на данном этапе мост не пригоден к эксплуатации. И уйдет какое-то время на его восстановление, сколько я, конечно, не берусь судить, потому что я не инженер и не могу об этом сказать. Но речь идет именно про автомобильную часть моста, насколько я понимаю, железнодорожная не повреждена. По крайней мере, так говорят. Про автомобильную часть моста, и в этой связи нужно отметить, что на сегодняшний день, если мы говорим о том, что существует также паромная переправа, и она используется исключительно для военных кузовиков, то на сегодняшний день, за исключением сухопутного коридора, который был оккупирован после начала войны 22 февраля, вот за исключением этого коридора, для автомобильного транспорта, легковых автомобилей нет другой дороги, кроме как вот континентальная дорога. Кто-то ее называет дорога жизни, кто-то дорога смерти. Мы позднее поговорим об этой дороге и о том, что сейчас там происходит. Так вот, возвращаясь к повреждению Крымского моста, из всего, что я перечислил ранее, можно, мне кажется, сделать первичный вывод, первичное заключение, что речь идет о применении каких-то дистанционно управляемых транспортных средств морского базирования, которые привели к, собственно, к повреждению Крымского моста. И в этой связи у меня сразу в памяти всплыло сообщение, несколько месяцев, которое назад просто промелькнуло в прессе, о том, что Британия предоставила Украине несколько аппаратов подобного класса, которые именно в боевом состоянии, когда используются, они идут на минимальной глубине, то есть фактически большая часть этого следствия находится под водой, меньшая находится над водой, и в таком состоянии они минимально заметны для средств наблюдения. И вот как раз только в последние секунды перед применением можно только визуально засечь такой аппарат, что, возможно, и произошло в этом случае. Я еще раз говорю, это мое предположение, но вот оно на основании тех фактов, которые мы пока вот можем сказать. И при этом надо отметить, что Украина официально не взяла на себя ответственность за происшедшее. Но она и в предыдущие разы не брала. Да, да, я понимаю. И тут надо также отметить, что произошло событие глубокой ночью, в тот момент, когда количество людей на мосту было меньше, чем днем, потому что днем там многочасовые пробки, об этом многократно говорили, погибли мирные граждане, что, естественно, является прискорбным фактом. И вот это, собственно, те факты, которые вот на сегодняшний день нам известны, и мы их сейчас с вами перечислим. В этой связи еще важно указать, что произошло это событие. Последние часы функционирования, официального юридического функционирования, так называемой вот этой вот пресловутой зерновой сделки, о которой говорено так много. И давайте мы напомним нашим зрителям, а в чем смысл это сделать, что Россия не наносит удары по портам и по кораблям гражданским кораблям Украины, которые вывозят зерно с территории Украины, для того, чтобы это зерно дальше следовало в страны Африки, прежде всего, чтобы избежать там голода и другие страны. Прежде всего, речь идет о странах с низким уровнем жизни, где подобные поставки зерна являются вопросом пищевой безопасности, а Украина обязуется не использовать свои порты как элемент военной инфраструктуры. И здесь необходимо отметить следующий факт, что для того, чтобы использовать подобные британским аппараты, не обязательно использовать инфраструктуру порта. Это важный момент. То есть порт не является необходимым звеном. Можно, минуя порт, их спустить на воду и задействовать, так сказать, в боевом режиме. Я, кстати, не утверждаю, что это единственный возможный вариант. Есть масса других средств водного базирования, которые могли бы здесь использовать. Кстати, уже появилось на Russia Today, на таком замечательном канале, появилось сообщение о том, что не исключено, что эти беспилотные катера были запущены с одного из кораблей, который шел грузиться зерном. То есть они тем самым приплетают сразу же вот эту зерновую сделку, что зерновая сделка поэтому, мол, и была нами прекращена. Потому что следователь Петров, агенты Петров и Баширов обнаружили там три колоска пшеницы на месте взрыва. Ну, знаете, мне кажется, это немножечко высосано из пальца. То есть если бы я, допустим, руководил или планировал подобную операцию, но последнее, что я бы использовал для такой цели, это сухогруз, груженное зерно. Так мы же говорим сейчас не о том, реально это или нереально. Все понятно? Но об этом пишет Russia Today. Раз об этом пишет Russia Today, значит, это, так сказать, ей спустили сверху. Они же не от фонаря это пишут, правильно? От себя тянет. Ну, Russia Today, я думаю, что ни один адекватный человек сегодня не будет воспринимать этот СМИ как источник информации. Этот СМИ мы воспринимаем не как источник информации, а как источник инструкции. Дезинформация. Как источник дезинформации. Можно и так сказать. То есть, значит, поступила такая методичка. А сейчас ее будут раскручивать дальше. Да. Григорий, а что делается на фронтах? Дело в том, что я немножко конкретизирую свой вопрос. Ну, вот этот поток отдыхающих, который шел в Крым, вот эти многокилометровые очереди, вообще это само по себе выглядело, как, знаете, репетиция апокалипсиса. То есть, люди ехали отдыхать в воюющие, так сказать, в прифронтовой полуостров Крым. Именно прифронтовой, потому что там находится военная база, по ним наносятся удары. И сейчас им предложено, значит, пожалуйста, продолжайте как бы приезжать, но через, в объезд, значит, через освобожденные территории. Насколько я видел по этой самой карте, вы меня поправите, в некоторых местах вот эта вот дорога, как вы ее назвали, дорога жизни или дорога смерти, приближается буквально на несколько километров к фронту. То есть, по всем понятиям, это абсолютно не небезопасный путь. Нет, я бы так не сказал, что речь идет о нескольких километрах к фронту, но тут есть некий другой нюанс. Особенно учитывая, что за последние сутки в определенной степени сдвинулась липия фронта на Бердянском. Дело в том, что на отдельных участках фронта эта дорога находится уже на сегодняшний день в досягаемости поражения установками Хаймарс. То есть, на сегодняшний день, либо речь идет о считанных километрах, если это изменится, там 2-3 километра будет подвинута линия фронта, то можно будет взгляд под огневой контроль. Соответственно, мы с вами говорим о том, что человек может въехать на территорию Крымского полуострова на своем личном автомобиле, или там арендованном, или на автобусе, и там просто быть блокированным. Ну, это совершенно не какой-то фантастический сценарий, я сейчас описываю. Помимо того, что уже на сегодняшний день мы с вами видим и были свидетелями событий, например, в Бердянске, которые произошли несколько дней назад, когда системы Storm Shadow позволили Украине наносить эффективное огневое поражение по военной инфраструктуре в Бердянске, в результате чего погибло несколько офицеров, погиб генерал, замкомандующего оперативным направлением, если я правильно помню его должность. Вот. В этой связи, конечно, ну, сама по себе идея на сегодняшний день ехать, отдыхать в Крым, она мне представляется несколько странной. Ну, отбросим сейчас всю морально-этическую сторону этого аспекта исключительно, так сказать, с позиции здравого смысла и инстинкта самосохранения. Ну, пусть это будет уже, так сказать, на совести это решение тех людей, кто туда направляется. В любом случае, я думаю, что давление на Бердянском направлении будет нарастать со стороны ВСУ, потому что уж больно соблазнительным это направление является с точки зрения перспектив оперативного характера, я бы так сказал. Ну, и давайте не будем забывать еще о такой момент, что под Бахмутом фланговые удары Украины продолжаются и тоже имеют определенные, пусть пока скромные, но успехи, несмотря на то, что туда переброшены две бригады российской армии на усиление этого участка фронта. То есть мы возвращаемся с вами к тезе, которую я пропагандировал несколько недель назад, что вся вообще основная задача ВСУ на данном отрезке вот этих поступательных действий это заставить Россию максимально вводить в бой резервы и тот, кто первый сожжет все свои резервы в этой во всей заварухе, тот и проиграет это сражение. Да, сожжет резервы какой-то ужасный термин, но тем не менее ничего не поделаешь. Григорий, вопрос касательно исчезновения некоторых генералов с карты военных действий. Ну, вот одного вы только что упомянули, который отправился в мир иной вместе со штабом. А куда делись, что известно о генералах типа Суровикина и же с ним? Что происходит, на ваш взгляд, в российском генеральном штабе? Вы знаете, я буквально там пару недель назад наткнулся в Ютьюбе на интервью генерала Лебедя, которое было записано незадолго до его убийства. И я вот слушал этого человека, какого масштаба это была личность. Действительно, был профессиональный военный, понимающий, что такое война. Я сейчас, ну, интервью касалось там морально-этических аспектов понятия война, но это действительно человек был, ну, человек с большой буквы был, вот по моему мнению, генерал Лебедя покойный. Вот. И за эти там 30 лет, то, что там и 25 лет, потому что там Путин находится власти 23 года, ну, очевидно, применялся принцип отрицательного отбора. То есть продвигались люди не те, которые были там заслуженные, те, кто действительно продемонстрировали свою оперативную смекалку, воинскую выучку и интеллект, а продвигались, ну, люди, которые могли, может быть, я не хочу просто такие термины использовать, ну, так сказать, нецензурные, да, ну, так сказать, начальству подсластить, как-то вот приведутся. По принципу лояльности, да? Да, по принципу лояльности. Знаете, я вот как раз, недавно так получилось, что я присутствовал на съезде, на собрании высокого армейского начала израильской армии, и вот там выходили люди, ну, я вот смотрел на их, если она отбросит в сторону их мундиры, да, их, то каждый из них там лица были, ну, они могли быть профессорами в университете, совершенно нормально по тому, как они выглядели. Ну, возьмем там, как выглядит генерал Суровики, чтобы он был здоров, да, ну, представьте его, его роли профессора в университете. Вот, так вот, я к чему это все говорю, что вообще, ну, на сегодняшний день в российской армии есть в целом глубокий, жесточайший кризис квалифицированных действительно компетентных офицеров и генералов, которые в состоянии руководить современной войной. И на фоне этого, в принципе, тяжелого кризиса управленческого, кадрового кризиса, там еще начинается сейчас чисто. То есть там и так-то некому было руководить. И я, между прочим, кстати, говорил об этом, что основной результат вот годичной давности летнего наступления российской армии, основной результат, что они похоронили там свой кадровый офицерский корпус. И на сегодняшний день вот мы можем говорить о том, что фактически у них, ну, армия обезглавлена, и некому некому этой армией руководить. А после этих чисток, ну, давайте посмотрим, там армия находится абсолютно в плачевном состоянии. Террор по отношению к генералам. Но тут, может быть, два развития событий, оба из них плохое. Либо это приведет к еще большему ослаблению функционирования российской армии, либо все-таки найдется какой-нибудь мужественный генерал или полковник, который поднимет свое подразделение и сделает это более последовательно и решительно, нежели это сделал там Пригожин во время своего недомятежа. Ну, вы же понимаете, что любой полковник, который просто так возьмет и поднимет, это, знаете, это же как декабристы, да, вышли на Сенатскую площадь, то ничего из этого не выйдет. То есть ЧВК Вагнер, этот путь планировался, он был спланирован, он был согласован с Москвой, он был согласован с определенными офицерами и генералами, которых вот сейчас и допрашивают в Лефортово, да, поэтому как бы тут бунт одиночки тут не пройдет, скорее всего. Да нет, вы знаете, декабристы, все у них получилось, если среди них был человек, который готов был бы стрелять в царя, вот нажать на курорт, да, как во время того, во время переворота, когда убирали Павла I в свое время, там такого человека на тот момент не нашлось. Вот, поэтому если найдется человек, который готов будет идти до конца, по всех смыслах этого слова, то, значит, это будет вот как раз следствием террора против своих собственных офицеров и генералов. Ну, а не найдется, значит, мы будем свидетелями, как я уже сказал, еще большего ослабления руководящего состава российской армии и без того, ну, это не самая сильная сторона этой армии. Юрий, последний вопрос, если можно кратко, я знаю, что вы тоже торопитесь. На ваш взгляд, итоги саммита НАТО, а Украине забрежил свет в конце туннеля или все-таки все закончилось пшиком и ничего как бы не получилось. Ну, я считаю, что для Украины результаты этого саммита отличные, потому что они привели к гарантии поставок различных видов вооружения. Единственным незакрытым здесь, вот, на мой взгляд, звеном чисто по номенклатуре являются боеприпасы Атакамс. Большой вопрос, поставлены они в Украине или нет, и есть они у них в наличии или они отсутствуют. Если их нет, то вот это вот единственное фактически, что вот звено вот этого пазла, который мешает Украине добиться решительной победы сейчас на фронте. Ни один здравомыслящий человек не думал, что в результате этого саммита Украина окажется в НАТО. Это было совершенно исключено. Я не уверен, что вообще Украина будет в НАТО принята на каком бы то ни было этапе. Вообще так сложились обстоятельства этого конфликта, что членство или не членство Украины в НАТО, это такой как бы, ну, краеугольный камень от всего. И фактически можно сказать, что это будет для НАТО и в отношении Украины, и в отношении России всегда главным таким вот инструментом давления. Ну, например, представьте себе ситуацию, что Украина проводит наступление, добивается определенных успехов, однако не может в итоге в результатах в результате одного наступления выйти на границу с 1991 года, несмотря на определенный успех. И дальше их Запад усаживает за стол переговоров, говоря, смотрите, вот подписывайтесь Россией договор о прекращении огня, а за это в НАТО. Сценарий номер один. Сценарий номер два. Украина выигрывает в намного большем формате, выбивает Россию со всех захваченных территорий. И тогда Запад говорит России, садитесь с ней, с Украиной за стол переговоров, и мы вам гарантируем, что Украина не будет в НАТО. То есть вот это будет ваш дивиденд в этой войне. Получается, что последнее, что нужно Западу на сегодняшний день, это принимать Украину в НАТО, потому что это как бы... То есть расходовать козырь, который у них все время будет... Да, это у них ружье с одним патроном. У них ружье с одним патроном, и вопрос, кого они его, так сказать, нацелят. Интересно. Поэтому, конечно, они будут тянуть до последнего. И я вам хочу сказать, я не уверен совершенно, что для Украины настолько вот... Отвечает их национальным интересам и вопрос принятия в НАТО. Украина – это очень мощная страна, с огромным количеством природных ресурсов, с большим академическим потенциалом. Они имеют возможность создать свою собственную самодостаточную оборонную промышленность при помощи Запада, конечно. И если мы в Израиле смогли добиться гарантии своей безопасности без членства в НАТО, основываясь на собственных силах и на взаимоотношениях с Соединенными Штатами, которые начались... Я все время это подчеркиваю, не устаю это подчеркивать, потому что очень многие люди почему-то хотят представить наши взаимоотношения с США, что вот они с самого начала там были, и Америка там с 1948 года нам помогала и чуть ли не за нас здесь воевала. Это полная ложь и бред. Во-первых, Америка никогда за нас не воевала, ни одного дня и ни одним солдатом. А во-вторых, отношения между Израилем и Соединенными Штатами начались с начала 70-х годов, вот в той форме, в которой они сегодня имеют место, и являлись они результатом беспрецедентной поддержки арабских стран Советским Союзом. И в пику Советского Союза Америка стала поддерживать Израиль просто иначе, потому что в 67-м году Израиль в одиночку воевал и с арабскими странами, и с Советским Союзом, и разгромил и арабские страны, и Советский Союз в одиночку, и почет. Поэтому если Израиль, то сколько я не вижу причин, почему Украина это не смогла, у них намного больше ресурсов и намного больше международной поддержки. И у них есть большие перспективы отстоять свою независимость, вернуть себе все захваченные территории, так или иначе, и выстроить собственную экономику без оглядки на кого-то. Спасибо, спасибо большое. Григорий Тамар, офицер Израильской армии в отставке, военный историк, журналист, писатель. Подписывайтесь на канал Григория Тамара, там всегда интересно. А наша программа подходит к концу. Всего доброго. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok